Всем привет, дорогие мои любимые зрители! Меня зовут Алина Лайнен, это мой канал, и сегодня мы поговорим о том, как изучать китайский язык. Как-то так. Тяжело. Китайский язык У меня был, я его прошла с китайской преподавательницей в центре на индивидуальных уроках, потому что со своей работой я не могла ходить ни на какие курсы, у меня весь график был забит работой, но сколько я ходила? Два часа в неделю, что ли? Нет, или три часа в неделю я ходила, я занималась. Самостоятельно я тоже пыталась учить, и я тоже вот покупала такого плана учебники, Боя Тианис. Мои заметочки. Тут, кстати, я иероглифы прописывала. Постоянно на таких листках прописывала, мне удобно. Вот. Что показать? Значит, есть рабочая тетрадь, которую я вообще, по-моему, даже не начинала я эту рабочую тетрадь. Тут тоже даются иероглифы прописи вот такого плана. Мне советовала моя подружка этот учебник, но, честно, я до него так и не дошла. Мне показался он немножко неинтересным. Я никому советовать, честно, не буду. Здесь тоже есть диск, есть диалоги, есть вот такие слова. Для самостоятельного изучения, возможно, не так плохо, но я была не настолько тогда в китайском, чтобы самостоятельно его вот так вот изучать. Но сейчас я изучаю традиционный, опять же. Когда мне придется сделать упор на упрощенный, я вернусь к этим учебникам ко всем обязательно, потому что я смогу найти аналоги своих традиционных иероглифов, которые я сейчас учу, чтобы немножко сменить направление работы мозга. С начального уровня упрощенного я буду заниматься по ним рано или поздно, потому что в планах также знать упрощенный китайский. Этот учебник мне подарил мой знакомый в Пекине, в хостеле, когда мы жили. У меня были времена, что я жила в хостеле, об этом сниму отдельное видео. Но этот учебник мы начали, очень толстый тоже, с репетитором заниматься в Пекине, но буквально только начали. Потом я сменила место жительства, переехала в другой район, мне было очень далеко ездить. Я сказала, извините, нет. Также, что я купила и что я так или иначе использую. Купила вот такой вот визуальный словарь китайского. Чем он крут? Он на самом деле очень крут. Я такой же купила по японскому. У меня есть по японскому и по китайскому. Здесь абсолютно любые темы. Например, тот же ресторан и все слова с переводом. Фокусируйся. То есть, все, что вам нужно, любая тема, еда, магазины, цветы, одежда, косметика. Все, что угодно здесь есть. Сколько? Шесть тысяч слов и выражений. Это упрощенный китайский. Не знаю, видно, не видно. Здесь написан пиньин, иероглифы и английский перевод плюс картинки. Кому нужно подтянуть свой английский, такое тоже безумно классно использовать, потому что вы смотрите на картинку, у вас работает визуальная память, и вы одновременно... Что-нибудь полегче. Environment. Цветочки. Вы одновременно можете использовать вашу зрительную память и учить английский и китайский. И я также учу японский. Они, в принципе, почти одинаковые, вот эти вот, только все на японском. Это классно, потому что визуальная память, это для большинства людей самая сильная память. Восприятие зрения. Также, что у меня есть, что я хотела показать. Вот такие два комплекта. Не спрашивайте меня, почему у меня тут вторая часть и четвертая часть. То есть, по идее, нужно было покупать первую и вторую часть, да, но у меня первая и четвертая. Почему? Потому что не было в наличии в магазине первой, и была только четвертая. Соответственно, я купила только вторую и четвертую. Что это? Это китайские карточки. Я купила в Гонконге. Как это все выглядит? Немножко они рассыпались. Вот я сняла крышку, потому что я их доставала. Они, на самом деле, упакованы в четыре таких столбика. Вот, и это иероглифы, например, Shen, что означает глубокий, например, глубокий цвет. Правильно я это хоть показываю на камеру? Вот, и сзади этой карточки идет иероглиф, пеньин, фокусируйся, тоже употребление в предложении и употребление в словосочетаниях, как это вообще с переводом. То есть, такие карточки уже, когда у вас более advanced китайский, вы можете себя проверять, учить, соответственно, какие-то другие фразы полезные. Довольно удобно. И у меня есть вот второй уровень и четвертый. А, не сказала главное, что вот эти карточки, почему я их купила. Потому что, например, вот сейчас покажу примеры. Некоторые карточки, которые есть варианты упрощенные и традиционные, они также пишут упрощенный и иероглиф. То есть, если вы хотите, как я, как я прямо, если вы хотите изучать традиционный китайский, и также вы хотите изучать упрощенный китайский, это прекрасно. Потому что вы видите сразу различия. Прямо такие вот очевидные различия, например, вот так. Вы можете закрывать себе какую-то часть, открывать, проверять себя по таким карточкам. Конечно, можно делать самостоятельно, но можно купить. Я купила, потому что я увидела, опять же. Мне было интересно. Я увидела вот такое в Гонконге. В Пекине я такого не видела. Поэтому я сразу купила. Я вообще обожаю привозить различные книги из стран, куда я путешествую, куда я езжу. Но это не книги, это карточки. Но для учебы, конечно, это классно. Я просто скандирую литературу. Я очень люблю читать, учить языки. Следующее, что я хотела показать. Если вы изучаете китайский, очень советую покупать книжки для детей. Например, вот это. Это Шедлок Комс, китайский. Как его читать? Здесь нет английского, но здесь есть пеньин. Везде пеньин вместе с тонами, естественно, прописан. Поэтому вы можете читать, учиться иероглифы. Если вы знаете простые иероглифы, то, конечно, нужно книги подбирать по уровню. Читать вот в таком формате, переводить простую детскую литературу. Это очень помогает. Дальше. Что мне очень сильно нравится, и книга, которую я рекомендую абсолютно всем, это Сucceed in Learning Chinese in 30 Days. Вот эта книжка. Это моя любовь. К сожалению, мой компьютер заживал диск. Мой старый еще компьютер, старый ноутбук. Но на этом ноутбуке у меня еще нету сиди дисковода. Я в любом случае не смогла его прослушать. Но самый кайф в этом учебнике в диске. Потому что диск просто волшебный. Если вы выкупите себе такой учебник, вы обязательно включите диск, там есть видео. Как это работает? Например, первый юнит. Продукты. На диске вы прослушиваете название всех продуктов. Здесь есть тоже с английским переводом. С картинками всех продуктов. Дальше. Дальше идут ситуации. Например, неунай, молоко. И предложение с молоком, картинка. А на видео это все проигрывается голосом. И эта девушка, она движется. То есть это как анимационный фильм. И вот эти вот все продукты, они употреблены в предложениях. То есть вы знаете, как это уже сказать. Дальше. Есть словосочетания. Например, talking to myself. Что можно о себе сказать? Что вы делаете, да? Складывайте одеяло, подтягивайте, зевайте. Вот эти все фразы. И дальше. Более подробные фразы. Опять же, вместе с картинками. То есть этот учебник, он просто гениальный. Я по нему учила какие-то простейшие слова. Очень классно. Я очень рекомендую, если вы увидите, покупайте, не сомневайтесь. Далее на очереди мои учебники, которые я проходила и прохожу в университете. Начиная с первой части, которая длилась у нас полтора семестра. Это достаточно простой учебник. В начале даже у нас были задания по такому типу, что просто проставить стана на иероглифах. Написать иероглифы, когда дан пенин и джуин. Джуин это транскрипция на Тайване. То есть в Китае используется пенин, на Тайване используется джуин. Я не очень люблю джуин. Вот. Это мои личные предпочтения. Просто привыкла к пенину. Также все иероглифы и рабочие тетрадки даны по чертам. То есть вы, посмотрев сюда, знаете, как писать конкретное слово, конкретный иероглиф. Это очень удобно, потому что все мы знаем, что писать по чертам, особенно на начальном этапе, знать, что идет, зачем, безумно важно. Далее шел второй учебник. Он уже гораздо толще и тяжелее. Можно сравнить. Каждый последующий учебник, он почему-то толще и тяжелее. У нас третий, он уже довольно увесистый. Я не знаю, как будет дальше, как пойдет, что шестой учебник в итоге будет вот такой какой-то. Я не знаю. Вторая часть. Ну, они, конечно, идут уже посложнее, посложнее. По типу упражнений, сколько у меня тут всего исправлено. По типу даны какие-то слова, нужно написать предложение с этим иероглифом. Очень часто у нас бывает такой на контрольных, что тебе просто дается какое-то слово, и ты пишешь 15 иероглифов, как минимум, предложение. Но здесь тоже у нас есть упражнение во второй части поставить правильные тона, перевести, ну, не перевести, а написать иероглифы там, где написан пенин. Недостающие слова поставить, которые вы думаете, что тут подходят, ответить на вопросы. Вот такого плана. Задание. Ну, и сейчас у нас уже учебник, он сложный, честно скажу. Вот такой с бабочкой, мне, кстати, он очень нравится, но нравился он бы мне гораздо больше, если бы не был таким тяжелым, правда. Работа тетрадь здесь даже немножко с картинками, то есть написать слова, подписать, что это морковочка, жареная утка, обычная утка. Это важно. Вот. Например, сегодня нам задали сделать вот это задание, выбрать правильный ответ. Нет, я пока не знаю, что здесь, нужно читать, разбираться. Задание тоже подписать какие-то картинки, исправить иероглифы, которые написаны неправильно, найти в тексте, и написать их правильно, вот эти слова. Я просто говорю на примере, какие задания тут бывают. Правильно написать предложение, то есть слова в предложении по порядку написать, выбрать правильный ответ, перевести с английского на китайский, ответить на вопросы какие-то по теме. Каждый юнит это своя тема, что мне безумно нравится в этих учебниках. По юнитам в каждом юните вначале идет какая-то тема. Например, что значит новый румейт, новый сожитель, сосед, ваш новый сосед, дан диалог. Почему-то в третьем учебнике они начали писать также тона. До этого в двух учебниках не писали в диалогах тона. Видно, что он такой очень сложный, что решили сжалиться, и вот тут везде написаны тона. Далее идут слова, и в этом учебнике тут, по-моему, 33 новых слова дается за этот юнит. Юнит обычно на неделю, то есть до недели нужно выучить, уметь писать, читать вот эти вот 33 слова, их употребление в предложениях. Далее дается грамматика. Вот она, грамматика 1, 2. Здесь в первом юните 8 конструкций по грамматике. И этот учебник, он как рабочая тетрадь, то есть здесь нужно эту же грамматику и употреблять, писать, использовать вот эти конструкции, составлять самому предложение. Вот так это выглядит. Немножко непросто, очень много нужно писать, дается много информации каждый день. Но что я ожидалась от того, что я уже на среднем уровне китайского, я прошла 3 семестра начального, и теперь уже я на среднем. Поэтому этот учебник для среднего уровня китайского, он довольно сложный, но жаловаться не приходится, потому что это мой путь, мой путь к прогрессу, поэтому остается только любить. Что я еще хотела сказать? Я забыла о самом главном. Хотела показать еще одну вещь, вот эту. Кто умеет читать по-китайски, тот поймет, что это что означает, что это рабочая тетрадь для новых иероглифов, для новых слов. Как это происходит? На каждом уроке, так это у меня новая тетрадка, я хочу показать старую. Старую показать легче, потому что она полностью почти закончена, а новая только начата. Идут иероглифы, и нужно их прописать, вот это с прошлого семестра, например, прописать 10 раз. Если какая-то, тут я забыла написать почему-то, если какая-то черта неправильная, то преподаватель перечеркивает и заправляет писать еще один раз, и вы это прописываете по новой. Таким образом тренируетесь писать. Как писать по чертам и как писать правильно, это можно посмотреть в рабочих тетрадках. Есть вот такие вот главы, где написаны иероглифы по чертам. То есть сначала вы рисуете, пишете вот это, вот это, вот это, это и заканчиваете у вас, получается, иероглиф. То есть в рабочей тетрадке дана инструкция, как это правильно писать, и вы пишете в тетради для иероглифов вот это. Далее. Как я учу китайский? Что мне зачастую надо? Я постоянно верчусь, показываю все, потому что у меня все тут разложено, богатство. Я использую коробочки, вот, например, вот такую прекрасную коробочку. Я ее уже открыла. Из-под печенек мне она нравится. Я использую для слов. То есть здесь у меня карточки, которые я делаю себе, чтобы учить новые слова, даже не то, что новые слова, слова, которые мы изучаем в университете, которые мне нужно запомнить. Здесь в основном с прошлого семестра, да, например, и написан пиньин. Иногда написан перевод, но если я и так знаю перевод, я не пишу себе перевод. Обычно это происходит то, что я вытягиваю карточку. Очень легкие слова какие-то попадаются. что означает не беспокоиться, да, иногда я пишу два раза, чтобы практиковаться. И это слова с прошлого семестра, я их почти все знаю. Вот, они идут с пиньином и с переводом, который я вот так себе делаю. Как я их практикую, прописываю? У меня есть вот такая доска. Но она не очень большая, но и не маленькая. И есть разный маркер для доски, который я использую. И я прописываю иероглифы иногда здесь. То есть я кладу ее на стол или на коленки и прописываю, как мне удобно иероглифы, чтобы практиковать. Храню в коробочке. Вот, на такой секретик, не то, чтобы даже секретик, а практика, потому что все знаете, что чтобы запомнить иероглифы, нужно очень много писать от руки. Если в дальнейшем вы хотите переехать в Китай, на Тайвань, либо в Гонконг, добиться успеха в какой-то карьере, связанной с китайским языком, либо поступить в университет, на языковые курсы и так далее, какими бы не были ваши цели, я желаю вам успехов, удачи, упорства, мотивации, самое главное, не сдаваться, потому что иногда бывает очень сложно, но нужно всегда себя преодолевать и идти на пути к мечте, никогда не сдаваться. Вот. Так что, пока-пока. Я надеюсь, что я вас вдохновила сегодня. Не забудьте подписаться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok